Напомнить детям правила безопасности и подготовить их к любым ЧП – главная задача взрослых. Все службы объединили свои силы, чтобы научить ребят поведению в условиях чрезвычайной ситуации, аварии и оказанию первой медицинской помощи. Во Дворце искусств прошла театрализованная игровая программа «Не шути с огнем» в рамках республиканской профилактической акции в Центре внимания детей и Единого дня безопасности. К МЧС присоединились Госавтоинспекция, Департамент охраны, Газовая служба, Союз молодежи и Красный крест. У всех своя интерактивная площадка, где можно было пообщаться с сотрудниками органов и служб. Мы здесь с детьми одеваемся в боевую форму спасателей, настоящую, в котором спасатели выезжают на пожар. Для детей это интересно, как минимум, и в то же время соревновательный процесс в таком хорошем, веселом настроении проходит. Здесь мы детям показываем оборудование, с помощью которого можно вызывать экстренную милицию, если вдруг дети остаются дома. Также есть возможность примерить специальные средства. Это бронежилет, защитную каску, также оружие, это автомат и пистолет посмотреть. Дети могли поиграть в игры, поучаствовать в викторинах. В такой легкой, непринужденной форме повторить правила безопасности. Нельзя детям играть со спичками, когда они остаются дома. Больше всего понравилось это МЧС. Там потому что нужно, ну то есть умение еще как одеваться, и всякая там трудная очень одежда, очень тяжелая. Может пожарным думаешь стать? Ну вот подумать-то надо об этом. Если случился пожар, то надо сообщить взрослым, если взрослых нету, надо убегать с квартиры и звонить в 112. Программа завершилась награждением участников в конкурсе комиксов и выступлением музыкального коллектива «Файрбенд». Второй этап республиканской акции проходил с 1 по 10 сентября в учреждениях образования на предприятиях и организациях. Спасатели провели с ребятами тематические уроки безопасности, инструктажи и родительские собрания. Анастасия Пахлёстова, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.